Нужно ввести сумму якобстали. Это вот единственная, так сказать, сумма кубической параболы, которая считается. Сумма якобстали, давайте, по значению, С, С от К, должно, Х кубе плюс К, Х. Хорошо, давайте немножко почувствуем, что это такое. Во-первых, заметим, что это целое число. Ясно, потому что сумма плюс-минус единичек в нуле. Дальше давайте посмотрим, чему равна сумма якобстали в нуле. Когда из такого камера. Это будет от Х кубе. Чему равна сумма символов лежатра от Х кубе? Это Х по П, потому что Х квадрат. Это и есть квадрат, да? Х квадрат по П. На Х по П. Х квадрат по П это единичка? Или ноль. Потому что мы определили, да? Символы лежатра равна единицы, если число является квадратом. А это линейная сумма по времени нашей. Мы ее посчитали. Эта сумма равна нуле. Хорошо. С нуля посчитана. Это нуль. Давайте дальше какие-то простые вещи заметим. Давайте в этой сумме сделаем замену переменной. Х заменим на минус Х. Давайте будем суммировать не Х, а минус Х. Ясно, что если Х пробегает все числа, все вычеты, которые я понесаю, минус Х тоже. Значит, если я Х заменю на минус Х, то будет минус Х в кубе минус Х на модулю Попр. И я могу из символа лежатра вынести минус единичку. Правильно? У меня получилось то, с чего уначале. Сумма и Кобсталь. То есть это равно минус один по П. Сумма и Кобсталь. Правильно? И теперь все зависит от того, минус один является высчитанным или не является высчитанным. Помните, у нас была форма минус один, это минус единица в степени П-1 пополам. И то есть это равно, если П равно единице по модулю 4, то это будет один. И минус один иначе. Давайте рассмотрим случай иначе. То есть у меня минус один по модулю П равен минус единице. Что же получилось? Получилось, что сумма и Кобсталь равна минус сумме и Кобсталь. Значит, она нулевая. Понятно, да? А в этом случае противоречники получились. Сумма и Кобсталь получилась равна самой себе. Но видно, да, что если мы рассматриваем слагаемое с х и с минус х, то слагаемое с х будет равна слагаемое с минус х. Да? Ну а в нуле всего лежат равен 0. Поэтому в этом случае с от х это счетное число. А здесь оно нулевое. И вообще рассматривать сумму и Кобсталь не имеется в смысле. Давайте докажем такую лему. Последняя лема, доказательство, собственно, теоремы. Она очень важна. Если мы хотим посчитать сумму и Кобсталь в точке А2 на К, то это будет символный жандр АВП на сумму и Кобсталь в точке К. Ну что ж, давайте доказывать. Х в кубе я оставляю, да? А место К мне нужно подставить А2К на х. Давайте сделаем опять замену перемен. В чем сложность, значит, у нас имеется? У нас Куб суммируется с первой степенью. Разная степень, да? Но если К заменено на квадрат, может, на что-то, то степени можно приравнять. И двумя словами, давайте, значит, сделаем замену перемену такую. Х у меня пробегает от нуля до АВП-1. Тогда А умножить на х. Но опять А не 0. Мы здесь не расплатываем. А по нулю. Тогда Ах тоже пробегает все вычеты от нуля до АВП-1. И значит, можно написать, что это равно х заменен на Ах. Если х пробегал от нуля до АВП-1 отрезок, то и или. Видите степени А за вкладе. Значит, можно воспользоваться тем, что символ Лежандра, а произведение, есть произведение символов Лежандра, и вынести за скобку А в кубе. Ну, с такими товарищами мы уже разбирались, да? Символ Лежандра от А в кубе есть просто символ Лежандра от А. Правда? Мы тоже, вот как здесь, разбивали куб на квадрат. И число, значит, будет АВП. А эта сумма, это сумма Югерского скрабия. Правильно? СК. Все. Вема доказана. Давайте немножко подумаем, что же это лима означает. Вот у меня... Давайте в этом равенстве... Вот тут вот есть А на П, это либо плюс, либо минус 1. Не очень понятно, так сказать, как контролировать. Давайте рассмотрим модули левой и правой части. Да? Модули. Сумма Югерского скрабия. А вкладывание А. А, да, равен просто модулю суммы Ковстали. Смотрите, что это означает. Вот я знаю какую-то сумму Ковстали, модули. Умножаю, значит, с в точке К. Умножаю К. На любое А, на любой А квадрат, точнее, получают те же самые модули. Правильно? Ну, например, вот у меня есть С от единицы. Да? Получается, что С от единицы равно С от А квадрата. Значит, в любом квадрате сумма Ковстали, модуль суммы Ковстали равен, модуль сумма от единицы. Понятно, да? Получается, что тут сколько квадратичных площадок, столько одинакового значения. Правильно? Ну, плюс-минус. А вот это. Ну, в не вычетах то же самое, да? Значит, если я возьму какое-то... Если К не вычет, то есть К по В равно минус 1, то А квадрат К по В, это есть К по В. И получается, что если я возьму какой-нибудь не вычет, то значения суммы Ковстали по модулям легче. Во всех других не вычетах равны значению вот в этом не вычете. Опять же, модуль. Понятно, да? Поэтому получается, что вот если опять нарисовать отрезок от нуля до В В минус 1, и теперь уже писать значение суммы Ковстали, S от нуля, S от единицы, S от В минус 1, то, ну, к нуле мы поняли, что сумма Ковстали равна нулю, единица это... Давайте модульс. Единица в модульсу Ковстали это что-то. И это что-то, скажем, X, присутствует везде, где имеются квадратичные вычеты. А где имеются квадратичные не вычеты, там присутствует тоже одно значение Y, значение суммы Ковстали в любом квадратичном не вычете. Понятно. В общем, у модульсу Ковстали три значения. Ноль, какое-то и какое-то. Да? X может быть равен Y в принципе. Этому не можно сопрепятствовать. Хорошо. Что же получается? Если мы возьмем какое-нибудь число... Давайте возьмем какое-нибудь число... Y не вычеты. И просуммируем... P минус один пополам значение Sf в квадрате плюс значение S1 в квадрате. Чего это будет равна? Мы считаем квадраты... Значит, минус один пополам это количество квадратичных не вычетов. Правильно? А тут мы считаем значение S в квадрате... по всем H от единицы до P минус один. Понятно? Ну, потому что они равны. Они, так сказать, квадрат принимает два значения. Вычтите и вычтите. Вот. Если я их сложу плюс один раз, значит, это все значения S в квадрате. Можно, между прочим, писать тут не от единицы от нуля, потому что добавление S в квадрате ничего не поменяет. Мы же знаем, что S от нуля равно 0. Хорошо. Вот такая вот у нас формула получилась. Уже появилась, видите, сумма двух квадратов. Грубо говоря, вот эти квадраты и будут представлять простое число. Но чтобы это увидеть, нам нужно посчитать правую часть. S в квадрате от K. Давайте это сделаем. Значит, завершение доказательств. Считаем S в квадрате от K. Считаем по определению. Определение еще у нас усперлось. Сумма по X от нуля. P минус 1. Давайте разбираться с вот этой суммой. Значит, тут у нас сумма, опять же, как мы писали, сумма по значению в уле, единицы, я так условно пишу, 1, 0, P минус 1. И умножается это значение в уле, единицы, P минус 1. Когда я вас верну в квадрат, я получу сумму всевозможных произведений, значит, элементов из этой скобки, элементов из этой скобки. Иными словами, у меня будет P квадрат слагаемых, которые есть произведения X кубер Kx на Y кубер Kx. Кубы как были, так и остались. С другой стороны, мы рассмотрели квадрат, и вроде бы степень должна понятизна 1, потому что мы говорили, что, так сказать, возведение в степени это дифференцирует. Как бы это заметить? А вот что нужно сделать. Давайте поменяем порядок суммирования. Давайте теперь внешняя сумма будет не по K, а по X и Y. Давайте я тут немножко еще одновременно преобразую выражение. Тут, видите, в скобке выносятся X первых, а вторых Y. Давайте я и вывезу. Значит, X, Y. И осталось у меня K плюс X квадрат, K плюс Y квадрат. Что же получилось? Смотрите, степень тригометрической суммы понизилась, была кублическая, а теперь внутри стоит и по переменной K квадратичная. Мы умеем такие суммы считать. Правильно? Вот оно. K – это суммирование. То, что раньше обозначалось A стало X квадратом, то, что V – Y квадрат. Сейчас мы с этой суммой быстренько справимся благодаря вот этой нашей лейлии. Давайте я все-таки проговорю на всякий случай. Вот тут вот мы пишем, что X от нуля, но если мы подставим в силу лежатора ноль, то это будет ноль. Поэтому можно считать от единицы. И, значит, вот эти вот X-и лейлики тоже можно считать от единицы. Поэтому, если мне это когда-то будет мешать ноль, я вот этим соображением воспользуюсь. Так. Давайте, может быть, и напишем единицы, да? V – 1. Что тут? Давайте посмотрим, что нам говорит Лемма. Лемма нам говорит, что эта сумма равна V – 1, если A равно V, А – это X квадрат, а V – это Y квадрат. Да? То есть это вот в этом случае. Давайте. X квадрат равно Y квадрат. И равно минус 1, да? Если X квадрат не равно Y квадрат. Ну, вот в этом правительстве загадки нет, да? X квадрат равно Y квадрат только тогда, когда либо X равен Y, да? Это два случая. X равно Y или X равно минус Y. Правильно. Поэтому давайте… А можно отдельно просуммировать эту минус единицу несчастную по всем, а потом просуммировать P. В любом случае есть минус единица, ее можно просто по всем X и Y просуммировать. А еще есть P, которая по тем, когда X равно плюс минус Y. Давайте так, действительно. Действительно, тут вот говорится, что вот это вот P плюс минус один, вот это выражение, это просто минус один. Значит, минус единица, да? Есть всегда. А вот здесь будет P, но только в том случае, если X равен плюс минус Y, правильно? Ну вот нет, можно разбить сумму на две просто. Одна там, где P, а другая там, где минус один. Честно, все уже получилось. Давайте, значит, когда разбиваем на две суммы, давайте начнем с минус один, это проще, да? Плюс X по Y и здесь у нас случай, когда X квадрат равно P, а P зато P, P зато P, P зато X квадрат равно Y квадрат Если X квадрат равно Y квадрат я суммирую P, а в остальных всех случаев суммирую минус X. Ну, эта сумма нам известна, правильно? Опять же, если я зафиксирую X и рассмотрю сумму по Y это сумма линейная это сумма символов лежат где одна из элементов в первой степени это сумма нулевая правильно? это 0 это не проблема а теперь давайте соображать что получается когда X квадрат равно Y квадрат тут два случая значит X равен Y и X равен минус Y раз два случая значит будет сумма по X от единицы до P минус один X квадрат по P плюс минус X квадрат по P X квадрат по P это всегда один правильно? минус X квадрат по P это тоже один почему? потому что мы знаем что это минус один по P на X квадрат по P да? а минус один у нас выщет потому что P есть единица по модулю 4 да? мы в этих предположениях работаем правильно? потому что в остальных будет ноль нечего так ага суммируются двойки и сколькими значит сколько двоек суммируется P минус 1 теперь последний шаг доказательства получилось 2P P минус 1 да? P минус 1 сократилось и еще можно все поделить на 2 и переписать вот так вот S L квадрат пополам плюс S1 пополам квадрат равно P число S от L счетное поэтому можно делить S от L пополам значит под квадратом стоит целое число вот мы представили P в виде суммы 2 оказывается значит числа которые представляют P это значение сумм и капстан мы можем Продолжение следует...